Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. Толкование здесь пред престолом остается все, остается только поклонение Всевышнему. Достоин ты, мы ничего не достойны, но достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, возвал небывшее к битию и стало. Но не только сотворил ты, но и все по твоей воле существует и сотворено. Если бы не было воли твоей всеблагой на то, то и не существовало бы сотворенное. Дивную картину открыла нам четвертая глава. То есть, что есть для нас Бог? Начало для грешника – это Бог каратель, карающий за грехи. Для раскаивающегося – это Бог спаситель, Бог милующий. Найдя жизнь в Боге, человек часто обращается к Нему за помощью, и для него это Бог помощник. Нашедшему удовлетворение своим просьбам, Бог становится Богом благодетелем. То есть, какие отношения к Богу? Вопрос. Мольба, просьбы, надежды, благодарения. Но это еще не высшее состояние христианизма. Подобное бывает и в отношениях человечества. Как только познакомишься с человеком, первое время отношения с ним чисто деловые. Какие-то общие дела, что-то просишь, о чем-то спрашиваешь, благодаришь. Но если он стал твоим лучшим другом, то отношения уже не такие. Чтобы встретиться с ним, совершенно не нужна особая причина или случай. Встретиться можно и просто так, без особого дела. И от этого бывает очень хорошо. Не обязательно даже о чем-то говорить. Хорошо и просто так побыть вместе. Хорошо от одного лишь общения с ним, так и в отношении к Богу. Виденное Иоанном на небе перед престолом, возводит нас от обращения к Нему, как к Спасителю, прощающему наши грехи. От обращения к Нему, как к помощнику, поспешивающему нам в наших делах. От благодарения Ему за Его дары. Просто к похвале, поклонению, славословию и Вышнему. Здесь мы видим Бога в Его небесной красе и славе. Здесь Он просто Бог, приводящий нас в восторг. Здесь чистое созерцание и радость от общения с Ним. Здесь служение Ему не для чего-то, а потому что это Он. Он Сам, а не дары Его, приводит в небесный восторг, в дивную, неописуемую радость. Здесь даже нет слов, как бывает иногда на природе, в горах, например. Внезапно перед нами открывается такая дивная картина, что мы немеем, у нас нет слов. Это и есть неописуемый, несказанный восторг. В таком состоянии мы видим в откровении небесную церковь, поклоняющуюся у престола Божия. Да сподобит Господь и нам вознестись на такую высоту Богосозерцания, почитания и прославления. Когда нам будет хорошо от одного общения с Богом, от ощущения тепла Его любви, от видения и созерцания Его славы и Его тайны. Так апостол Иоанн в четвертой главе начинает описание основной второй картины Апокалипсиса. Эта картина престола Божия будет названа нами картиной А. Дальше эта картина будет дополняться новыми образами, как бы разрастаться. О картинах Апокалипсиса смотри в приложении 2. Вопросы? Вот здесь нам толкователь говорит о словословии. Это высшая ступень христианина. Первая, просительная, на ней, на этой ступени все. И грешники, и мусульмане, и буддисты. Все-все-все просят у Бога чего-то. Здоровья. В основном все просят здоровья. Тебе и свои буддисты. Вторая ступень, это благодарственное. Получили. Нужно теперь Бога благодарить за то, что получили. На этой ступени уже меньше. Ей, потому что свойство на человеку грешному быть неблагодарным. Есть притча, когда Христос исцеляет десять прокаженных, а только один принято. Пришел воздать славу Богу. Кто спрашивает, а где же остальные девять? А здесь, в четвертой главе, в одиннадцатой стихе, вот говорится о славословии. Что же это славословие? Это когда просто хорошо, вот тебе вот, ничего тебе не надо уже. Что у тебя есть? Благодарить не за что. Просто есть такая, не знаю, Игнатих, у каких-то монахов они просто взяты и у них молитвы-то. Ооо, это вот я слышал, а сейчас вспомнить не могу. Все, одна буква и он все. Скажите, Игнатих, где это? Это у буддистов молитва, как у нас в Господе Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. У них О мане падме хум. Ну это вот и сидящие в лотосе. И они часто повторяют эти мантры, как будто оттуда заняли. И чем больше они совершенствуются во внутреннем созерцании, повторяя эти мантры, тем короче становится молитва. Мане падме, ооо, мане, все. А потом уходят, на звезды смотрят только, ооо. Вот у нас, то есть во всем Бог, какой Он дивный, как непостижимый, какое творение. Я ничего не могу говорить. И лепит этот наш, ничего Богу не прибавляет. Но удивление твое будет расти. Вот так вот разобраться. Хорошо. Ну, хорошо. Пригласили нас куда-то на богатое собрание. Ну, день-два хорошо, а потом-то это приезд одно и то же. Но вечности этого не будет. Это будет в возрастающей степени все время. Почему? Что это не новые какие-то серии, фильмы. А просто человек больше и больше постигает, ооо, оказывается и здесь тайна какая. Ооо, увидел муха, по потолку бежит. А как она цепляется? А потолок-то такой гладкий из стекла. А потом ящерица, геккан, единственная, которая может бегать. Почему? И вдруг открывает какие-то присоски, тысячи на ногах. Ооо, какой тут отбор. У павлина какой хвост? И у дятла, и у сороки сравни. Ооо, и какие цвета во всем. Ооо, вот это и есть. Дойти до созерцания и славословия перед лицом Божиим. И славить на второй ступени. Почему меньше благодарности? Потому что люди благодарят это. Да слава тебе, Господи. Слава. За что? Я просил, и ты мне дал. А вот написано, славлю тебя семикратно в день за суды правды твои, и за Майдан, и за поражение в сорок первом году. За революцию, за расстрел царя, я за него душу готов положить, а его нету, невинные княжны пострадали. Славлю тебя. Это суды твои. А за что? Теперь вот размышляй, молись и не осуди. Вот какая буква О, как много в ней значит. Отошел. Продолжаем. Книга Откровения. Пятая глава. Первый стих. Это вы с ней разговаривали? Я вам сказала. Нет! Это просто в мультике. Марина Сергеевна. Это с ним все, да. Или у Саши, у кого-то. Откровение 5.1. И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и от вне, запечатанную семью печатями. Толкование. Сначала Иоанн видит просто сидящего. Большое благо Бога. Но, вглядевшись, он замечает в деснице правой руке его книгу. Книгу эту можно представить себе в виде свитка. В древности папирус или пергамент скатывали в свиток и так он хранился. Книга, виденная Святым Иоанном, была исписана внутри и снаружи и запечатана семью печатями. Что означает эта книга? Можно указать на два ее значения. Во-первых, она указывает на премудрую Божью память, в которую по Давиду вписано все. Разумеется, и глубина божественных судьб, записанных в эту книгу. Все судьбы вселенной, народов, друзей, записаны в тайную книгу Божию, которую никто не может прочитать. Все эти судьбы исключительно в деснице Божией. Не вникнуть до конца в смысл судьи, не изменить их никто не может. Всем печати скрывают все от нас, а десница Божия управляет. С другой стороны, эта книга указывает на домостроительство Божие. Всем печати указывает на то, что ни постичь, ни тем более совершить это домостроительство нашего спасения, никто из тварей, даже небесных, не может. Все домостроительство спасения в деснице Божией. Вопросы? Ну вот часто можно слышать вопросы, а верите ли вы в судьбу? Создают вот такое, о, судьба. Телевизор включишь грешным делом там. На каждый день тебе судьбу. Гороскопы. Всю судьбу твою. И люди удивляются, да сходится, да это правда, да вот сколько раз бы не походу, все сходится. Вот. Интересно люди верят. Здесь же нам священное писание и толкователь говорит, что из тварей небесной судьбу знать, даже небесной, даже небесной, не говоря уже о земле. Никто знать не может. Ну а как же вот, скажет Монтута, а вот в гадалке идешь, она тебе все расскажет и все так и сбудется. Как так? А вы говорите, что не может, а она откуда узнала? Ну вот узнала. Есть вопросы? Ну вот, Игнать Тихонович, как вот действительно, гадалке с кем приходит, она ему гадает, там видимо общается с иными мирами и те могут, наверное, откровения ей давать. Вот эта битва экстрасенса смотрит, что они им тебе подсказывают, а действительно что-то сбывает. Вот. Ну вот говорят Ванга и другая, у нее сбывается что-то. А что? Гибель, военные какие-то действия и прочее. Сатана, человекоубийца и лжец. Христос сказал, ваш отец дьявол. Он отец, говорится, лжи, человекоубийца. И вот в этом направлении они знают, почему так он делает, он и говорит. Он готовит, где-то уже мину заложил. Но Писание определенное говорит, чародея, волшебника, не оставляй в живых, предай его смерти. Это тогда было. А нынче не должно сказать, что они погибшие, это предание смерти. Там ничего нет. Я вот рассказываю, у нас тут Юра Михальков ехал, инженер от Баптистов. И в вагоне встретился, вот она сидит, говорит, что... Ну, человек у себя посмотрел, в кармане там пятак лежит, и еще там папиросы или что-то. Отгадай, что у меня в кармане. Не говорит. Она вопрос сама должна разгадать. И она ему говорит, все так ахнули. Ну, я посидел, говорит, и тогда я ей говорю, ну, вот у меня три вопроса к тебе. Она руку берет, по руке смотрит, вроде линии как сходятся. Хотя слово судьба Златоут говорит, дьявольское изобретение. Нет судьбы. То есть четко написано, что я должен делать. Ты свободен, иначе не было бы призов. Придите ко мне, труждающиеся обремененные. Считаем, 11-28 материя. И вот она подержала руку, потом глянула на него, вот так, говорит, изменилась в лице и руку как бросила. Из чего захотел. И все, легла, говорит, на полку, к ней тут уже очередь, ни с кем не разговаривается. А они тогда к нему. Ну, как вас звать? Он говорит, Юрий. Ну, Юрий Иванович Михальков. А что за вопросы ты задал? Она говорит, пускай сама скажет, какие. А она не отвечает. Я, говорит, ей один вопрос задал, говорит. Первый. Какой силой ты это делаешь, узнаешь? Ее спрашивает, такой у него вопрос был? Он не задал вслух. Она молчит. Он говорит, такой, такой. Почему? Она должна сказать от дьявола. А вы-то ее считаете, что она что-то знает, экстрасенсорика там, чума. Маг, к слову сказать, ушел в вечность. Кашпировский. Не сказала. Второе. Пускай она ответит. Что ее ожидает после смерти? Вот я верующий, я христианин, я говорю, если у меня что получилось, все силой Божией. Я не скрываю этого. Почему она скрывает? То есть сатана всегда шуршит где-то в траве. Вот когда пишут где-то ник, аватар, выбрось эти слова. Пиши имя, фамилию, фотографию. Это уже сатана, это ложь. А то фотографию вставят Эйнштейна или Богородицу там где-то. Вот. И нужно научиться различать, где ложь. Вот деноминации, конфессии, таких слов нет. Это слово ересь такое есть. Еретики старости Божьи не наследуют. Есть церковь и есть ересь. А там, а какой вы деноминации? Да никакой ереси я не принадлежу. Я православный. Я все время его славлю. Как ты, Господи, пожалел меня? Я мог увлечься, обратился в Латвию, там сколько еретиков. А ты сразу показал, ищи истину первых веков. И Бог мне открыл. Открыл. Она вот это толкование, вот откровение. Я тосковал об этом. Ну как его понять? Вот просто сказать о себе. Я молюсь, а первый год как обратился. Вдруг наш корабль отправляют на ремонт. В Клайпеду. И там я вдруг познакомился с дедушкой. Над ним. А он... Дедушка-то тогда-то он, может быть, ему лет пятьдесят, а мне двадцать три. Ну, мужчина старый. Он меня домой пригласил. И у него книга вот это толкование. Но откровения там не было. Просто блаженного фифилакта от Матфея до этого. Я понял. Бог ответил. Ну, вскоре мы оттуда ушли. Я успел законспектировать до 24-й годы Матфея. И теперь только в Новосибирске найду продолжение. И потом я преподаю в одном университете 18 лет по этому материалу. И в конце концов, то есть, о-о-о, осталось. Наше издание, которое сейчас Сергей ведет, это лучшее. Впервые в мировой истории с откровением вместе. Трехтомник. Какое толкование. Все святые отцы выбраны сюда. То есть, началось я услышал, узнал, потом больше. И, наконец, самому мне Бог позволил издать, составить три тома. Притом с комментариями 297. С иллюстрациями впервые в мировой практике. Почему? О-о-о, его любовь. Кто себя все время должен удивляться. Как Бог это делает. Никакие волшебники, никто тут не поможет. У нас один идет, но она к нему подходит. Давай погадай. Да нет, погадай, у тебя нехороший будет. Ты взяла вот так за волосы и его дернула. Вот волосы у меня. Если ты не будешь знать, что ты... Он давай деньги выкладывать ей. Все деньги выложил ей. А почему? Чтобы она волосы отдала назад. Она его рванула и волосинки две оторвала. Волшебница. Я с ними так беседовал. В Пензе был. Я говорю, вот что вас ждет. Откуда вас? Как только я захожу в ЦУМ, магазин, они за колонны прячутся цыганинские. А их там толпа целая. То есть, ты должен свидетельствовать. Она говорит даже правильно. Вот человеке, который возвещает нам путь спасения. А ты должен знать, какой в ней дух. Если есть сила, закрой ей уста. Вот как мы должны к ним относиться. Все эти предсказания, все это гороскопы, все это от сатаны. Ни от каких звезд наша жизнь не зависит. Она зависит от нашего расположения. Я свободен. Могу избрать и могу мимо пройти. Богу слава. Продолжаем. Откровение 5 глава 2-3 стихи. «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее». Толкование. «Кто достойный может вникнуть в тайны судьи Божьих? Кто достойный может совершить домостроительство спасения вселенной? И никто не мог, не нашлось никого ни на небе, ни праведники Божьи, ни силы бесплотные, ни на земле. Никакой человек, даже самый великий и праведный, ни тем более животное, ни под землею из преисподних сил кто бы мог совершить это. «Низвернутые с неба, они не в силах теперь зайти и взять таинственную книгу из десницы того, на кого восстали. Посему и для демонов теперь сокрыты тайны судьб. Они не имеют предведения, они не постигают ни промысла Божия, ни пути его. Так никто ни из небесных, ни из земных, ни из преисподних не может вскрыть книгу судеб Божьих. Значит, и не может совершить домостроительство спасения. И не только раскрыть сию книгу никто не мог, но даже и посмотреть в нее. «Когда этот сильный ангел воскликнул, кто достойно раскрыть, то Иоанн, видимо, стал оглядываться. Так кто же? Он смотрит надеждой. С надеждой от ангелов до херувимов и серафимов возносится его взор. Но не смог никто». Вопросы? Сокровение 5.4 «И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее». Толкование. Апостол Иоанн настолько проникался созерцанием тайн, собственных судеб, настолько глубоко чувствовал необходимость спасительной благодати, что когда увидел, что никто не может ни читать эту книгу, ни даже посмотреть в нее, то заплакал. «Не увидел Авраам своего многочисленного потомства, но хотя бы на многочисленные звезды было указано ему». Бытие 15.5 «Не вошел Моисей в Ханаам, но хоть с горы издалека увидел землю обетованную, здесь же никого не нашлось достойного взглянуть в эту книгу. А люди и безбожники особенно часто говорят, «А вы мне покажите, и я буду верить». Невозможно, недостойны, даже на небесах, никто не достоин проникнуть в эти таинства». Вопрос. Продолжаем. Откровение 5.5 «И один из старцев сказал мне, «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть книгу сию и снять семь печатей ее». Толкование. «Никто не мог этого совершить, но нашелся знающий того, кто это может». Интересно, что знает это не один из ангелов, не даже архангел Гавриил, вестник Таин Божий, а один из старцев, один из искупленных верующих, один из церкви, может быть из ветхозаветных патриархов или апостолов. Может быть, это апостол Петр, ранее других исповедовавший Христа Сыном Божиим. «Так прославленные земные раньше узнают Спасителя, чем чины небесные». И вот говорит ему один из старцев, «Не плачь, утешься, я укажу тебе достойного». Достойного с большой буквы. «Мы видим и дивную высоту души Иоанна, который не о земном плакал, а о небесном. Так должны просветлеть и наши очи, чтобы из них, как воды чистые, излились в потоки слез о небесном». Мы видим, что сам апостол Иоанн не только созерцает, но участвует в явленных ему видениях. Он сам превозносится туда, рассматривает, вступает в разговор, плачет, сокрушаясь, его утешают. Интересно еще отметить, что божественному тайнозрителю не раз показываются образы апостолов. «А ведь он сам один из них. Вот лев». Сначала Иоанн этого даже не увидел. В четвертой главе он все описал, что увидел сразу. Теперь же ему указывается на достойного совершить то, чего никто не достоин. Вот лев от колена Иудина. Здесь вспоминается пророчество Иакова. Когда он перед своей смертью благословлял своих сыновей, поблагословляя Иуду, сказал ему. «Молодой лев Иуда с добычи, сын мой, поднимается, преклонится, преклонился он. Лег как лев и как львица. Кто поднимет его?» Бытие 49.9 «Провидел Иаков, что от этого колена восстанет лев, побеждающий мир. От пречистой Девы Марии с колена Иудина восстал Христос, этот лев, поразивший всякого супостата, славно воцарившийся. Он же назван и корень Давида. Подобно этому читаем и у Исаия, 11 глава 1-й стих. «И произойдет оторсель от корня Исеева, Исей, отец Давида. И ветвь произрастет от корня его». Исаия 11.10 и Римлянам 15.12. «Это означает, что по человеческому естеству Христос есть корень Давидов, как произошедший из рода Давидова, ибо читаем о пречистой матери, как о деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же Деве Мария». Евангелие от Луки 1-я глава 27-й стих. «А по божественной своей сути Христос, корень Давидов, как сотворивший и произрастивший из себя этого царя-пророка». И вот Христос, сей лев от колена Иудина, корень Давидов, победил. «Он победил того, кто сделал недостойными вселенную и всех ее обитателей не только читать тайную книгу Божию, но и просто приступать к престолу благодати. Он победил сатану, посеявшего мрак и невежество, грех и богоотступничество. «Христос победил его на кресте и лишил власти. Там, на Голгофе, Христос своей кровью одержал великую победу над всеми силами ада и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее. Христос, победивший сатану и мрак неведения, может теперь, как Сын Человеческий, проникнуть в тайны Божии и открыть их людям. Лишив через крест сатану его силы, связав его, он может совершить домостроительство спасения, снять эти семь печатей, спасти людей, совершить семь таинств веры». Вопросы у кого есть? Продолжаем. Укровение 5-6. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы заклон, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных на всю землю». Вопросы? Толкование. «Иоанн ищет глазами могущественного царственного льва, но видит, вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы заклонный, не грозного льва, а как бы заклонного Агнеца, видит святой апостол. О, как дорого нам это лето благоприятное!» Рука 4, 19. «Когда Христос, Сын Божий, грозный лев, только для демонов и всей власти, для нас же кроткий Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Далее цитата библейская. «Нет в нем ни вида, ни величия. Он был презрен и умолен пред людьми. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклане, и как Агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Книга пророка Исаии, 53 глава, 42 по 7 стихи. «На Голгофском кресте был сей Агнец заклан за грех мира. На небе он как бы закланный, то есть он уже не мертвый, но воскресший. Но раны его крестны в его вознесенном теле». Так, «Голгофский Агнец вошел на небо, показал себя ангелом». 1 Тимофея 3,16. «Прошел небеса», Евреям 4,14, «и навсегда воссел обесную Бога», Евреям 10,12. На протяжении дальних глав перед Иоанном будет раскрываться эта картина. «Христос все время будет в виде Агнца». Как мы видим престол, сидящего на нем Бога Отца Христа Агнца, видим семь огненных светильников Духа Святого. Вокруг Троицы четыре животных, двадцать четыре старца, и простирается стеклянное море. Андрей, недоступ, у вас шумно. Немножко микрофон отключите, пожалуйста. Да, прошу прощения. Вокруг так, такова пока открывавшаяся перед нами картина. «Божественного Агнца Иоанн видит посреди престола не рядом с престолом, а посреди престола единородный сын, сущий в недре отчим». Иоанн говорит, Иоанн 1,18. «И посреди старцев, то есть посреди Церкви Небесной, посреди апостолов и ветхозаветных патриархов, подобно тому, как раньше он явился посреди семи золотых светильников, посреди Церкви земной. Агнец, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. Видим семь христовых духов, о которых говорит пророк Исаия». Исаия, 11,2. «И почиет на нем, на Христе, Дух Господень, Дух Премудрости и Дух Разума, Дух Совета и Крепости, Дух Ведения и Благочестия, и страхом Господним исполнится». Вот они, семь духов Божьих. Говорит об этом и пророк Захария. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, Захарий, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне, «Что ты видишь?» И отвечал я, «Вижу, вот светильник, весь из золота, и чашечка для Илея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его. И семь – это очи Господа, которые объемлют узором всю землю». Книга Рока Захарии, четвертая глава, первой, второй и десятой стихи. «Очи Христа ангта натирают на весь мир и объемлют его. Но если видение нашими глазами заключается в том, что свет от предметов попадает в наши глаза, то видение Божие заключается наоборот в том, что небесные лучи семь духов исходят из очей его и посылаются во всю землю. Как илей из той чашечки наверху истекает по трубочкам семь лампад, так полнота Духа Святого этот божественный илей из Христа истекает через семь тайн, как семь трубочек и семь лампад, свечник, которые есть в церковь Бога Живого на земле. Так, семь духов Божьих изливаются из того, на ком почет Дух Господень. «В его тело, в его святую церковь, на всякую плоть» Иоанне 2,17 «И посылаются во всю землю». Далее цитата. «Я посылаю вас», говорит Христос, «И, сказав это, дунул и говорит им, апостолам, «Примите Духа Святого». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21-22 стих. «Апостолы же ишеты из Иерусалима и позднее преемники их, разнесшие огонь этого божественного семисвечника по всей земле. И так будет, доколе земля будет исполнена ведением Господа, как годы наполняют море». книга Порока Исаия, 11-й глава, 9-й стих. 9-й стих. «Здесь можно сказать о сектантах. Рядом с семью лампадами золотого светильника святой церковью воздвигают они свои иные светильники, не соединенные ни с верхней чашечкою Христом, ни с семью трубочками, семью таинствами. Упорно ищут они эти иные пути для достижения этого идея. Не сдвинет ли Господь светильники не им поставленные? Пакование закончено, можно задавать вопросы. Можно? Можно. Были прочитаны стихи из Исаии, что ранами его мы исцелились. И этот стих часто протестанты используют именно в молитве как провозглашение своего здоровья и исцеления. Имеет ли это место быть? Ведь не все исцеляются от этого провозглашения, даже и не протестанты, любые люди. Знаете, как что-то видите? Апостол Павел говорит, нет прощения без пролития крови. И ранами его мы исцелились. Он говорит, а крови Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1 7. Определенно. А почему? Это в Ветхозавете напоминали возмездие за грех смерть. Это как главный лозунг жизни человека. Смерть. Где бы ни повернулся, и все ты можешь так увидеть смерть. Какой хороший не будь, каждый день шаг, это минута, секунда, это ближе к смерти. Но главное это и не это. Главное, что сказано было в день, в который впустишь смерть и умрешь. Вот в тот день он стал мертвый. 2 5 кефесянам, Павел говорит, и нас мертвых по преступлениям оживотворил. Что он сделал? Осветил, воскресил и посадил на небесах. Почему? Когда говорят, что человека нужно реанимировать, я как-то прочитал в журнале, патриарх Алексей Второй говорит, человека нам нужно реанимировать. Откуда он взял это слово, я не знаю. Он мертвый, никакой марафет не поможет. Но я научусь все делать. Отпустил бороду, оделся по форме. Но это делать и мусульманин может, это может делать язычник. Если это основано на священном писании, это приобретает совершенно другое. Тебе хорошая там борода, плохая, или какое здоровье, глотатый, совсем согласен. Это Бог сделал. И он искупил от вечной смерти, которая за гробом. Вот ранами его мы исцелились, которые приняли его, верующие в Сына Божий имеют жизнь вечную. Имеет, исцелился. А неверующий не видит жизни. Так а что верующие не грешат? Все мы много согрешаем, якобы говорит. Но грех греху разница. Одно дело человек лежит в грязи, а другое дело споткнулся, ноги запачкал. Тут на все дается определенный ответ из нашей души. Я никогда бы этого сказать не мог, сделать поступить не мог, воздержаться не мог, но именем Христовым мы победили главного врага, который мешает на каждом шагу. Почему? Рано мы исцелились. Мы не те, которые были до встречи со Христом. Нет. Он дал нам право быть, не только называться, но и быть детьми Божьими. 1.12 Евангелия Тиана он говорит. Дал власть. Вот эту великую власть мы ощущаем, как. У нас стоит как запечатленное крови Иисуса Христа. Он умер за меня. Он взял мой грех. Он освободил меня. Он понес вину мою. И поэтому ранами его мы исцелились. Не просто я подошел к батюшке, он накрыл и Петрахирием и простил. Он говорит, во имя Иисуса Христа властью данная мне от Бога. Да разрешишься ему дана власть. Кому простить и проститься. На ком оставить и оставиться. Это речь идет об исповеди. Сектанты не имеют этого. И они не понимают совершенно, что написано в Писании. У них нету благодати и разумения Священного Писания. Вот у нас которые приезжали. Он не слышит совершенно, что многие потерпели кораблекрушение в вере. В вере. Смотри, чтобы кто не восхитил венца твоего. Некоторые давным-давно стали враги креста Христова. Потерпели кораблекрушение. Он не понимает. Я спасен. Я спасен. Он вырвал один стих. А верующий в Сына иметь жизнь вечную. То есть может иметь, а может и не иметь, и может потерять. Что он умер за наши грехи. В это веруют бесы, но они трепещут и на спасение не надеются. Вот что значит ранами его мы исцелились. Смотри на раны Христа благоговей и молчи. Почему считается грехом своим мы наносим новые раны Христа к Христу. Да помилует Господь, да спасет. Аминь. Аминь. Книга Откровения 5 глава 7 стих. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. Толкование. Агнец, которого Иоанн сначала и не видел, теперь вступает в действие. Прошла Голгофа в крест. Агнец был распят заклом за грехи мира. Наконец сатана связан. И Христос побеждает, воскресает во славе. И уже не заклонный, а как бы заклонный, оставляет он землю, возносится на небеса, проходит их, приступает к престолу Божию и берет из десницы сидящего на нем Отца своего книгу. Он достоин умерший и воскресший. Он теперь достоин как человек проникнуть в тайны Божии, как в Бога человек совершит домостроительство спасения и как достойный берет из десницы Божией эту книгу. Еще не начал он ее читать, не вскрыл еще ни одной ее печати, а только еще взял. Продолжим. Откровение 5.8 И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред ангцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Толкование. Когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред ангцем. Эта небесная торжествующая церковь поклоняется Христу. Не благодеяние, не открытие тайны, а только один вид Христа, как бы закланного ангца, подходящего к престолу пущего книгу, повергает их ниц. Поклоняются небесные жители пред Всевышним в предчувствии и предвидении великого, что должно совершиться. Они падают ниц, имея каждый гусли. Спасенные всем своим существом славят Творца и Спасителя. Они прославлены, не надорванные хрипящие голоса у них, а поющие песни новые и небесные. Но им и этого еще недостаточно, чтобы прославить Бога. И они берут гусли, чтобы более прославить Христа. Гусли означают здесь не только музыкальное сопровождение, но и гармоническое, благозвучное, божественное словословие. Интересно отметить, что музыкальные инструменты употреблялись в ветхозаветном богослужении, как мы видим и в небесном. Православие же в своем стремлении к строгости и без искусности полностью отказалось от музыки на богослужение. На Западе же в католичестве стала со временем употребляться органная музыка. И здесь и земная церковь подражая небесной не ограничивается как бы только собою, но всеми средствами храмы, иконы старается славить Бога. Апостол Павел говорит, что христиане есть христово благоухание. Второе Коринфянам 2.15. Как из золотых чаш из сердца и помышлений христианина возносится Богу фимиам молитв и добрых дел. Точнейшее же рассмотрение этого видения вскрывает нам более таинственную мысль. Мы здесь видим четырех животных и 24 старца, то есть небесную церковь пред престолом и агнцем с золотыми чашами, из которых воскуряется Богу фимиам молитв святых. Святые прославленные ходатайствуют о святых страдающих. Поэтому и призывает земная церковь святых небесных. Поэтому и говорит апостол Павел, что христиане приступили к духам праведников достигших совершенства. Послание Евреям 12 глава 23 стихи. Поэтому и взываем к угодникам Божьим как усердно ходатайствующим о нас и приносящим наши молитвы к престолу и к агнцу. Много может усиленная молитва праведного говорит святой Иаков 5 глава 16 стих. Вот они духи праведников принятые Богом и кто может молиться усерднее чем они достигшие совершенства. Да не оскудеют чаши с нашими молитвами в их руках какой могущественной молитвенной силы лишают себя не призывающие святых молитве святых то есть и земные христиане как освященные кровью Иисуса Христа называются святыми святыми они называются не по своему достоинству а по божественному избранию по отделенности своей от мира по освящению получаемому от того то един свят Господь Иисус Христос народе иногда разделяют христиан на кавычках святых и простых святые пусть живут по Евангелию а мы как нибудь так ведь нет спасения как нибудь и Богу угодны молитвы святых далее цитата а кто отклоняет ухо свое от слушания закона того и молитва мерзость книга притчей 28 9 жертва нечестивых мерзость пред Господом а молитва праведных благоугодна ему притча 15 8 чему мне множество жертв ваших говорит Господь когда вы приходите являться предлицо мое кто требует от вас чтобы вы топтали дворы мои не носите больше даров тщетных курение ваших жертв отвратительно для меня книга пророка Исайя 1 глава 11 по 13 топчутся нами церковные дворы воскуряется ладом не исчезают жертвы с панифидных столов но принимаются ли все наши молитвы не оскудевает ли чаши наших небесных ходотаев поскольку неприятный фимиам а ед и мерзкий дым возносится зачастую от нас святые молитвы угодны богу и только святые входят в обители божии 21 глава 27 стих канонизированные же церковью лик святых это те особые угодники божии которые великими делами благочестия прославлялись на земле и достоверно известно что они приняты богом а потому и призываются в молитвах святой церкви скажем и мы вместе с апостолами братья я не почитаю себя достигшим а только забывая заднее и простираясь вперед стремлюсь к цели к почести высшего звания божия во христе иисусе поклоняя филиппийцам 3 глава 13 14 15 оставила небесная церковь свои престолы не изложила свои венцы поклоняясь богу и агенту спела песни но ей и этого недостаточно дела гусли но и этого недостаточно дела молитвы земных чтобы все и все единым собором возвеличили бога ваня кончено прекрасно вопросы если час прошел можно задавать вопросы не по теме можно да напишите пожалуйста эту ссылку библии где про судьбу написано учат ссылку библии где написано про судьбу про судьбу про судьбу я читал толкование то есть я читаю сущее сначала потом говорю слово толкование и читаю толкование то есть в библии слово судьба который мы сейчас читали его нет поэтому я вам такую ссылку где в библии про судьбу написано дать не могу а родители поедешь во множественном числе заряди судеб судеб да заряди хорошо зарядим недолго нету то наверное не канонически так еще вопросы пока задавайте пока Сергей я вот хотел вопрос задать пожалуйста я то ли упустил то ли не было в толковании вот насчет четырех животных это что за животные что что они означают вообще а это мы на прошлом занятии не было четыре животных это четыре четверо евангелия и орел лев и лет то есть евангелист иоанн сравнивается с орлом потому что его евангелие небесное матфей говорит о родословии иисуса христа как человека поэтому он на прошлом занятии не помню дословно вот четыре животных это вот четыре евангелия понял понял благодарю вот играй тихо Сергей это не искала третья книга езры 540 открой прочитай во множественном сессе родительный падеж встречается вы мне да я сейчас читаю да это неканонические книги да тогда он сказал мне он с большой буквы как ты не можешь сделать ничего из сказанного так не можешь познать судеб моих моих не предела любви которые я которую обещал я народу вот это единственное место библии где встречается слово судьба в правительном числе в мостном числе теперь нужно разъяснить что означает здесь какой смысл заложен судьба изобретения дьявола говорит Иоанн Златоус а здесь употребляется что судьбе Бог назначает и проникнуть в них нельзя то есть Бог говорит что проникнуть нельзя а дьявол говорит что можно он противник божий но все наперекор и люди начинают верить этим гадалкам ходят и пытаются узнать свою судьбу а зачем вопрос я не раз не ходил и что мне там просто может быть человеческое любопытство что для чего люди ходят еще сами гадают бывает ночь подрождество обычно вот флагханали творит вот так просто не дано знать и не дано эти прежде времени никогда еще ты говоришь вот зачем люди узнают судьбы ну я так думаю что они узнают ну допустим человек когда не верит в Бога ему некуда обращаться но он хочет жить лучше как-то еще что-то и поэтому они обращаются к этим гадалкам чтобы ну избежать возможных ошибок каких-то где-то опасности каких-то избежать люди-то искренне верят в это поэтому и обращаются ты просто вопрос задал зачем они обращаются я думаю что ну для человека неверующего это какой-то путь поэтому они обращаются так Сергей Павлович прочитай римлянам 1133 1133 о бездна богатства и премудрости и ведение божия как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его там и в другом месте говорится о судьбах его Бога а не судьбах человека слово судьба в других падежах встречается во множественном числе у Бога не одна судьба в руке а судьбы всех людей что назначено да я неправильно я судьба зарядил а тут да 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 надо во всех падежах брать единственное во множественном числе согласен виноват так теперь вот возьми и прочитай чтобы пояснено было так с 29 стиха начни здесь же читать эту главу так римлянам 11 глава 29 стиха да оно будет разъяснять о чем там речь идет ибо дары и призвания Божия не приложены то есть неизменяемые Бог сказал и Бог выполнит как и вы некогда были непослушны Богу а ныне помилованы по непослушанию их евреев евреев учил Бог вне послушания чтобы всех помимовать всех имеется ввиду и язычников и иудеев потому что иудеи считали что язычникам не место в царстве небесном а иудеи ой а язычники думали что иудеям христа раскали вам не место у них была такая распроя и вот по сути пытаются примирить о бездна богатства и премудрости ведения Божия как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его ибо кто познал ум Господень или кто был советником ему или кто дал ему наперед чтобы он должен был воздать ибо все из него им и к нему ему слава вовеки аминь ну и вот растолковывать Игнатихович то есть он он пишет римлянам и как вот это к нашему вопросу относится к судьбам а вот давайте прочитаем 9 глава римлянам 21 стих не властен ли горшечник над глиной чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления а другой для низкого так вот задумались об этом и вот снова еще возьмем повыше и вот считаем 20 9 стиха с 9 дальше будем читать сейчас пояснение найдем 9 да вот это римлянам 9 9 9 а слово обетование таково в это же время приду и у Сары будет сын и не одно это но как было и с Ревекой но так было и с Ревекой когда она начала в одно время двух сыновей от Исаака отца нашего ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого дабы произволения Божия в избрании происходило не от дел но от призывающего сказано было ей цари больший сын будет в порабощении у меньшего как и написано Иакова я возлюбил а Исаава возненавидел что же скажем неужели не правда у Бога так ибо он говорит Моисею кого миловать помилую кого жалеть жалею и так помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося но от Бога милующего ибо Писание говорит фараону для того самого я и поставил тебя для того самого я и поставил тебя фараон чтобы показать над тобою силу мою и чтобы проповедано было имя мое по всей земле и так кого хочет милует а кого хочет ожесточает ты скажешь мне за что же еще обвиняет ибо кто противостанет воле его а ты кто человек что споришь с Богом изделие скажет ли сделавшему его зачем ты меня так сделал не властен ли горшечник над глиной чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления а другой для низкого здесь можно остановиться апостол Павел отвечает на многие вопросы а на этот он ответить не может он просто прикликнул а ты что споришь закрой рот то есть кто может исповедовать назначенное Богом вот здесь теперь не властен ли горшечник а вот теперь это как бы судьба занаряжена но нет говорит Господь я скажу если человек перестанет делать зло я отменяю первый приговор отменяю а здесь не родились и Бог говорит одного я возненавидел когда они сделали ни хорошего ни плохого ну неужели Бог несправедлив ну конечно несправедлив как бы напрашивается ответ он говорит а ты кто споришь с Богом он горшечник взял глину и сделал из него какой надо ему сосуд но если он меня сделал значит я не могу покаяться понимаешь как вот этот вопрос он по сегодняшний день не решается никак без воли Божьей он меня избрал избрал и ведет и это Яков мог сказать и Сав не мог этого сказать он не смотрел женился на ком никакого порядка нету жены комсомолки они тут наворачивают что угодно иконы посрывали но об этом говорит пакость какая как писал Евгений Алексеев а сестры стали комсомолки такая гадость снова удавись сняли говорит иконы с полки вот поэтому этот вопрос единственный на земле не касаясь кончины мира который человек не может никак вместить предведение Божие да он предвидел Бог и вот здесь это называется судьбами что Бог знает но так это окончательно нет не окончательно и не окончательно как раз он и знает вот какой бы он не был а Иуда мог покаяться конечно а Гитлер а Ленин мог и натворив столько 50 миллионов душно его а у другого 100 миллионов и Бог простил бы простил бездна богатства премудрости ведения Божия вот перед этим мы должны смолкать и опять же только останется ооо Господи как ты премудр как ты любишь да мне ли судить когда я первый грешник как Павел говорит гнал в церковь Божия ни человека ни жену ни собаку церковь вот что означает судьба судьба то есть нельзя повернуть никуда я родился у меня уже клеймо вот люди говорят да у меня судьба такая вот отец пил и я пью как у нас один был я говорю что ты там блудишь на вокзале а у меня и дядя блудником был то есть у него написано уже как бы нет не верь в это дядя не знал Бога у тебя Евангелие вот этот ответ благодарим еще у кого есть вопросы есть можно у меня пожалуйста Игнатий Тихонович у меня вот такой вопрос почему когда человек глубоко верующий молится закон всемирного тяготения на него не действует ну например вот как с Серафимом Саровским когда он еще будучи был маленький упал в колокольни и Господь Божья сила его как бы спустил Ангел Божий на землю разъясните пожалуйста а что тут разъяснять ну как что разъяснять ну вот многие же люди вот молятся да вот многие православные молятся многие верят да ну вот пошел руку сломал ногу сломал а вот сила Божья вот таких вот у людей как Серафим Саровский Сергий Радонский такие подобные все вот святые праведные вот именно праведные люди вот на них вот этот закон не действует как вот допустим правильно объяснить ну как правильно вот это вот осознать да мы знаем что с праведниками как раз и случается беда в первую очередь и написано и в их роду один был найден угодный Богу и он умер в ранних летах а люди этого не увидят и увидят и не познают об этом мы считаем при мудрости Соломона 2 глава далее что Бог восхитил его ну надо просчитать просто как вот смотрите вот считаем восхитил не получилось это время задерживаю и никак ну это не заряжается тут у меня никак каноническое подпахло да вы при мудрости Соломона вторую главу откройте и все при мудрости Соломона сейчас подожди спокойно так при мудрости Соломона внизу внизу вот она где вот мы считаем я Серахов открыл так вы Серахов открыли я Серахов открыл да я вижу плохо вижу при мудрости Соломона а вот она где так вот мы как раз об этом и считаем вот они говорят неверующие 2 глава неправоумствующие говорили сами все короткая прискорбна наша жизнь и нет человеку спасения от смерти и не знают чтобы кто освободил из ада случайно мы рождены после будем как небывшие дыхание в ноздрях наших дым и слово искра в движении нашего сердца и далее говорит будем наслаждаться 6 стих настоящими благами присполнимся дорогим вином благовониями да не пройдет мимо нас весенний свет жизни не лишая никто себя участия в нашем наслаждении это доля нашей жребии будем притеснять устроим ковы праведнику тяжелым смотреть на него испытаем его оскорблением это 19 стих дальше 21 так они умствовали и ошиблись ибо злоба их ослепила их и они не познали тайн божьих то есть судеб не ожидали воздаяния за святость и не считали достойными награды душ непорочных и далее по порядку поясняет что с этим человеком а души 3 глава говорит праведных в руке божии и мучений не коснется их не коснется а умер раньше всех умер и они 4 стих отшествие от нас отжиме уничтожением но они пребывают в мире люди то считают в газах неразумных 2 стих они казались умершими а исход их считался погибелью упал разбился у бога по другому и немного наказаны они будут много благодетельствовать 5 стих потому что бог испытал их и нашел их достойными его он испытал их как золото в горниле и принял их жертву как жертву всесовершенную ну и далее говорит люди даже не подумают о том что он представлен чтобы не был развращен и поэтому упал убился или другой на войне в первые минуты погиб а другой всю войну прошел я разговариваю с ним а он коммунист но я знаю за меня мама молилась мама молилась а ты лбани перекрестил в партию залез но остался живой у меня три дядюшки все верующие все погибли в первом году и поэтому сегодня никак нельзя сказать бог знает чтобы их не развратился ум их он раньше времени их забрал такое может быть но гадать мы не будем но именно вот так спасти христос вас просто мне как бы надо было именно все я все поняла все спасти христос вас ну вот возьми родился ник вуйщич ни рук ни ног нету а бог дал какую ему мудрость только бы он спасся вот так еще вопросы пожалуйста задавайте пять минут нет больше вопросов ни у кого а вот остановиться вот на чем когда люди видят кем-то недовольный ну что-то с ним случилось а вот так тебе это еще цветочки подожди еще то ли будет так мы не знаем потому что мы видим с кем-то бывает то что кажется нам очень печальным и однако у господа назначено души вопиют 6 глава 9 стих откровения там но они под жертвенником сказано потерпеть доколе что доколе доколе господь накажет их нет доколе полное число мучеников будет пока эти коммунисты еще новых людей будут убивать там гитлер будет их добивать надо подождать потому что у бога вымерено сколько должно быть подождите число их бог назначил 475 тысяч в древнем языческом мире христиан столько казнено было как только исполнилось все пришел константин мы не можем заранее сказать а вот за это тебе особенно с кем кто-то поспорит а потом а у того несчастье какое-то ну не то что обычное бывает а это тебе вот за это вот этого это одни откровения если откровения было тогда а так мы не знаем братья это роман беспокоит а игнати технич получается правильно понял что слова до коли не мстишь за нас нужно понимать не так что они как бы упрек делают богу хвала ему что ты как бы долго терпишь не мстишь за нас а просто спрашивают до каких пор ну вот это будет продолжаться то есть ну как бы все равно не укор как бы да то есть они не то что они как бы речь идет о наказании не мстишь то есть через страдания не обратишь их через страдания потому что вот я сейчас могу с вами поделиться одним материалом который я в интернете нашел я уже сижу над ним три дня четыре дня себе кто хочет вот посмотрите вторая мировая война зарядите и дальше день за днем каждый ролик там серии 95 серий день за днем я впервые услышал как трактуют впервые о чем я все время говорил и говорил ну почему так вот предвзято-то говорят а здесь нет одинаково хорошо сделал Гитлер Манштейн хорошо сделал и так прямо и говорят день рождения его когда что хорошо сделал Жуков хорошо плохо сделал плохо их за это клеймят даже вы что не можете фашистов отличить можем но как было надо так и говорить и они начинают с 33 года как Гитлер пришел и далее что идет день за днем и при том все документировано документы без предвзятости я впервые в интернете нашел это я все время говорил меня интересовали после поражения Курска и у Гитлера какое было состояние души почему у него чувства покаяния не было здесь говорится Гальдер что сказал кто записал кто с ним говорил вот мы знаем самый жестокий в войну был военачальник это Жуков Жуков его палачом называли вот он приехал на фронт и говорит вы статью получили этот указ Сталина что отступает там расстреливать ни шагу назад да и сколько расстреляли он говорит ни одного почему ну у нас таких нет как ни того отступали офицеры стоят летчики и у вас ну мы отступали вместе со всеми воинский час аэродром переносили как мы бы на территорию не разговаривать так вот первые три офицера выйдите из строя так расстрелять их и тут же расстреляли и тут же расстреляли который рассказывает я четвертый стоял но меня не зацепило полковника послал одного а пароль оказалось заменили он не мог найти в тумане проходил на Халкингон ну и к утру вернулся ничего не передал говорит не мог всю ночь весь мокрый там в России не нашел нигде расстрелять и тут же полковника расстреляли то есть это уже факты ну да а там вот он сделал так то почему крайняя была жестокость трупами все заваливали за каждого немца 5-6 заплатили какая же это победа и вот здесь как раз и говорят какой военачальник был который в плену был какие у него были знания ну все вторая мировая война день за днем по 26 минут каждый ролик 41 час слушать вот я все время об этом говорил братьям где бы мне вот это узнать чтобы без предвзятости открыли это все эти годы говорил и вдруг нашел но они не сегодня маленько раньше и как они говорят какие люди я смотрю в глаза им я верю им верю он по бумаге засчитывает приказ Сталина такой-то приказ Гитлера такой-то и читает и все идут эти кадры документальные вот там Черчилль прилетел с Рузвельтом встретился а вот здесь Молотов перелетел через океан как он заходит вот Сталин как Гитлеру поздравительную посылал и все засчитывается прямо показана газета известия откуда вот кого это интересует внутренний мир вот я впервые нашел это Вторая мировая война день за днем то есть у меня было желание и Бог выполнил его я еще до конца то не досмотрел только 42-й год смотрю еще вопрос у кого пожалуйста задавайте если нет давайте помолимся горизонт горизонт у нас достойная сякова истину блажитеся Богородицу пресновлаженную и пенепорочью и Матерь Бога нашего чистнейшую херувим и славнейшую без сравнения терапим без искления Бога снова рожью Сущую, Богородицу, Тебе величаем. Да, Тихонич, молись. Любящий наш Отец Небесный, мы пристали перед Твоим величием. И в чем мы согрешили, прости каждого из нас и услыши нашу молитву. Мы просим ради Христа, Спасителя, умершего за нас, и давшего нам оправдание в крови своей причистой. Господи, благослови нас, достигнуть обещанной пристани Царствия Твоего, и веди нас всех туда навеки. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос.